Да! Тюб-проекта «Нормальные люди» и книг Александра Мурашова «Другая школа, откуда берутся нормальные люди». Рекомендованный возраст 12+. Сегодня в студии Светлана Бокова, основатель детское село и первая школа. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте! Рада всех приветствовать! Доброе утро! Замечательная тема, Ксения, спасибо, что пригласила. Это взаимно, так неожиданно всё у нас случилось. Вот книгу, которую мы представляем, начинается с фразы «Школа в её сегодняшнем виде больше не работает». Слова звучат, как шах и мат традиционной школе. Приговор практически. Да, приговор. А дальше в книге приводится как раз личный взгляд автора на определённые школы в России, Грузии, Финляндии, Дании, Швеции, Франции, которые он посетил и даже где-то побыл не только журналистом, но и учеником. Да. Вообще, как ты познакомилась с этой книгой? Ну, здесь я хочу тебя дополнить, что он как журналист посетил много школ и где-то даже провёл очень много времени, практически жил. И всё содержание книги, конечно же, он через призму своего жизненного, прежде всего, опыта, и об этом важно тоже сказать, что у него со школой как-то всё не очень хорошо сложилось. То есть его личный ученический опыт был, ну, скажем, неблагоприятный. То есть он приводит в пример, что для него школа – это была как угревая сыпь, то есть это то, что случается со всеми, и то, что нужно перетерпеть, и когда-нибудь это закончится. Конечно, не у всех же людей так складывается. А ещё его мама была учителем, учителем прекрасным, и он догадывался, что может быть как-то по-другому. И это важный факт, который нужно учитывать, когда ты читаешь эту книгу. Как я познакомилась с этой книгой? Я с ней познакомилась ещё до выхода книги в печать. Да, потому что очень много общаюсь с людьми из образования, с людьми, которые хотят и делают новое образование. И подруга, она занимается образовательными проектами в Москве, отправила мне ссылку на электронную версию этой книги. И я как раз была озабочена тем, что же мне почитать в дороге, потому что собиралась в длинное путешествие. И думала, мне нужно обязательно в самолёт что-то скачать на iPad, и я буду там читать. И вот, таким образом, да, мне практически, наверное, повезло. Я скачала эту книгу. Нашим слушателям можно сказать, что книга, на самом деле, я тоже в электронном виде читала. И она живая. То есть там можно посмотреть видео. Ну, мы же всегда хотим почувствовать, да? Очень интересно, да. Ожившая страница получилась в книге. Да, да. Это очень здорово. Я первый раз вообще такое видела. Читала до этого электронные книги, но чтобы вот такой там был ресурс, я ни разу этого не видела. То есть иллюстрации, которые есть в печатной версии книги, в электронной версии, они интерактивны. То есть ты туда нажимаешь, и они, это получается видео. Видео, которое он сам снимал в школах, в школах мира. Поэтому, конечно, читается книга очень легко, очень интересно. Такие штучки там применены. А что-то ты из этой книги в своём деле применила? Или ты, например, читала и смотрела, ну, классно, у меня уже это в практике есть, в детском саду и в школе, например. Ну, классный вопрос. Про эту книгу, пожалуй, я здесь, можно длинно отвечу? Здесь сразу несколько есть моментов, про которые я хочу сказать. По поводу книги, по поводу вообще образования. Конечно, книга — это не методичка, как делать другую школу. Потому что Александр, он журналист, и в этой книге он описывает свой личный опыт. И брать и делать так, как рассказал об этом журналист, ну, это будет очень непрофессионально. То есть, понимая, да, из чего состоит механика образования, ну, нельзя, да, этого делать, очевидно. То есть, там такие вещи есть в книге, которые он описывает. И я точно знаю, что вот, ну, в этой школе получилось и работает по стечению множества других обстоятельств, которых Александр, о которых он не рассказывает в этой книге. Или, например, вот уже во второй книге «Другая школа», поскольку в ней он описывает школу, с которой я тоже очень хорошо знакома, мы очень много учимся на их ресурсах. То есть, там есть прямо курсы образовательные, да? Давай я сейчас тогда сразу же скажу, что у нас есть на столе книга Александра тоже Мурашова «Другая школа-2». Образование не системы, а люди рекомендованным возрастом в этой книге 16 плюс идёт. И тот, кто будет нас смотреть в YouTube-канале, тут закладочки. Это я очень люблю. Это, значит, такая живой инструмент. Люди читают и где-то какие-то моменты практикуют. Ксения, закладочки не мои. Закладочки руководителя в нашей школе, руководителя внеакадемической кафедры Дарьи Лопатиной. Человека очень въедливого. И вот так классно она читает книжки, да. Там наклажет на каждой закладочке ещё какие-то мысли написано. Так вот, первое, почему нельзя эту книгу использовать как методичку, потому что она написана всё-таки человеком другой специализации. Это журналистика, а не образование. Ну, конечно, в любом случае с большой душой книга написана, и там очень много классных мыслей. Прежде всего, это книга вдохновения. Посмотреть, а как бывает в других школах. «А что, так можно было?» Да? И некоторые вещи встречаются очень многие, которые мы, конечно, в своей школе тоже используем, но не потому, что мы в этой книге это прочитали. То есть там есть вещи, которые очевидны, что так должно быть. Прежде всего, это отношение к ребёнку. Что ребёнок, прежде всего, это личность, это человек. Что школа — это не место, где надо терпеть и ждать, когда этот кошмар закончится. Это продолжение жизни, и человек имеет право быть счастливым, в том числе и в школе. В завершении программы вопрос следующему гостю задаёт тот, кто был в прошлый раз. Вопрос от Захара Новосёлова, ученика пятого класса, звучал так. Зачем вы пришли на программу? Зачем? Какой прекрасный вопрос. Я обожаю детей. Я смотрю, как дети умеют задавать вопросы, как они в этом открыты. Это очень классное качество. Молодец, Захар. Я пришла, чтобы рассказать о книге. Я хочу, чтобы её прочитали родители, может быть, и педагоги. А даже не может быть, а скорее прям обязательно каждому педагогу прочитать, как можно, и быть смелее, вдохновиться, что та школа, которая есть сегодня, она не обязательно в том виде должна существовать дальше. И мы все, и родители, и педагоги, можем влиять и развивать своим ресурсом, своим неравнодушием, своей любовью к детям и менять эту школу. Она не поменяется только силами государства. Если все мы будем оставаться равнодушными и терпеть, то ничего не поменяется. Если мы будем говорить, если мы будем вдохновляться и вдохновлять друг друга, то всё возможно. И школа может быть прекрасным местом, где дети счастливы и получают хорошее образование. А теперь ваш вопрос следующему гостю. Ого! Как вы думаете, нужно ли детям в школе изучать войну? Пример. Спасибо. Сегодня мы познакомились с книгой Александра Мурашова «Другая школа». Свобода требует очень чёткого структурирования. Другие школы появляются благодаря простому вопросу, что вообще сегодня нужно детям. С вами были Ксения Шамова и Светлана Бокова в программе «Да». Да.